Рихарда Вагнера В основном оперным творчеством еще посвящал себя литературным трудам. Можно сказать, что они носили служебный характер, но через них легче понять Вагнера. Понять в том смысле, что он не случайно делал то или иное, писал оперу так или иначе. А что под этим лежал глубокий философский базис, взгляд на то явление, ту сферу музыки, к которой он обратился. Я остановлюсь на двух работах. На самом деле их значительно больше, но пока на двух. Первая его работа это художественное произведение будущего. Вагнер невероятно занимал, какой будет музыка в будущем. Но для того, чтобы постичь, понять свое будущее, надо заглянуть в историю. И он туда заглядывает. И он высказывает соображения определенные, как вот все это происходило. А поскольку наш с вами разговор это рождение музыки, то тут, как говорится, просто все пересекается. За первоначальным коммунизмом, Вагнер пользуется этим словом, но что он имеет в виду? То вот первоначально сложившееся общество, Грецию в основном, греческие полисы, или даже до этого, когда все искусства были еще синкретичны, слиты в одно целое. Так вот, за этим периодом коммунизма начинается распад вот этого синкретического, такого слитного в нечто одно целое начала. И из искусства, которое было невозможно разделить, там оно и танец, и музыка, и пение. То есть все было сопряжено в нечто одно. Начинают вычленяться какие-то вещи. Человек, его дух, он очень любит это слово, как бы отрывается вот от того нормального, животного, инстинктивного начала, которое приводило человека вот к созданию именно такого искусства. И дальше оказывается что? Ну вот он прям так и напишет, что вот космогония приходит к физике, химии, религия превращается в теологию, философию. Мифы делаются исторической хроникой. Естественное государство дает начало государству политическому, а искусство превращается в науку и эстетику. То есть Вардер был против интеллектуального отношения к искусству. Искусство должно быть спонтанно, оно должно идти из души человеческой. И именно в этом он и сошелся с Ницше, и именно поэтому Ницше пришел к нему однажды. И именно поэтому вот ту свою работу, с которой мы начинали, наш разговор о рождении музыки. У Ницше она звучала не так, рождение трагедии из духа музыки. Так вот эту работу он поначалу посвящает Вардеру. Ну, потом их отношения осложнились, произошел разрыв. Я и до этого доберусь, и даже попытаюсь объяснить, почему это произошло. Но вот в тот момент, когда была написана эта работа, художественное произведение будущего, Ницше увидел, что Вагнер смотрит на вещи точно так же. Ведь для Ницше, напомню в двух словах, в чем видел он величие греческой трагедии. Это в столкновении Аполлонического и Дионисийского начала. То есть Дионисийское начало – это вот стихия, которая присутствует в человеке, непредсказуемая, которую невозможно познать, которая вот вырывается, как фонтан, вот наружу. А с другой стороны – Аполлон с его культом красоты, эстетики, формы и прочее. И вот греческая трагедия – это вот был конфликт этих двух начал. Так вот, у Вагнера Ницше вычитывает точно то же. То есть он видит, что и Вагнер осуждает примерно такими же категориями, что вот сначала была вот эта цельность, вот было вот это Дионисийское начало, которое преобладало над интеллектом, над формой, над всякими другими вещами. Оно было действительно стихийно в силу вот того, что сознание первобытного человека было таким. А потом, как вот я вам процитировал, все это начало распадаться. Стали вычленяться искусство, философия, религия. Все стало само по себе. Видите, даже до государства он здесь договорился. И я уже говорил в прошлом ролике о том, что в какой-то момент вот в нем взыграл такой революционный пыл, он принял участие в Дрезденском восстании. Но потом он уходит от революционной деятельности и до конца жизни он больше не принимал участия ни в каких таких вот публичных, что ли, выступлениях. Все его выступления перешли, перенеслись в оперу, в музыку. То есть он стал революционером там. А вот из такой революции, что ли, ушел. Но, тем не менее, написал работу. Написал работу после того, как принял участие вот в этом Дрезденском восстании. И называлась она «Искусство и революция». Истинное искусство есть само по себе высшая свобода. Оно несовместимо с властью и авторитетами. Это цитата из этой работы. И сразу на ум приходит Артур Шопенгауэр. Ну, вы помните, что и Ницше был какой-то период в своей жизни поклонником Артура Шопенгауэра. И даже вот в этой работе, о которой я уже говорил, «Рождение трагедии с духом музыки», огромная цитата из Шопенгауэра присутствует. Больше страниц, по-моему, занимает. И там Ницше цитирует вот это место из Шопенгауэра, где Шопенгауэр с его идеей воли к жизни и прочее сопоставляет эту волю и музыку. То есть музыка по мысли Шопенгауэра – это максимальное приближение вот к тому волевому, непостижимому интеллекту началу, которое вот создало и поддерживает жизнь. Ну, Шопенгауэр был пессимистом, и он относился к этой воле к жизни отнюдь не так, как к ней относился тот же Ницше или тот же Вагна. Но в данном случае я это опущу. Для меня важны вот эти соприкосновения, что всё это не на пустом месте, что всё это вот развитие, продолжение идей, ну, очень интересных и очень серьёзно повлиявших действительно на будущее музыки и будущее искусства. Союз искусства и революции, как красоты и силы, способен указать социальному инстинкту дорогу и достичь своей цели. То есть, видите, я сказал о том, что после баррикад в Дрездене он больше не возвращается вот к такой борьбе на улицах и прочее. Он, Вагнар, переносит это в своё искусство, полагая, что именно оно проложит дорогу к тому, к чему стремились люди, вышедшие когда-то на эти баррикады. Истинное искусство революционно в той степени, в которой может находиться только в оппозиции к общезначенному. Ну, здесь ассоциаций просто миллионы. Эту мысль Вагнера, я не говорил, что это Вагнер, но я её уже на самом деле озвучивал неоднократно. И когда рассуждал о самых разных вещах, рассуждал о художнике, о писателе, о творце, когда говорил и о Марселе Прусте, когда говорил о Версусе, скажем, где тоже присутствует, на мой взгляд, художник, когда рассказывал о Мироне. То есть, если создаётся что-то новое, оно по определению, оппозиционно тому, что существует. Потому что если оно вписывается вот в этот существующий ландшафт, то оно, не надо объяснять, нереволюционно и по определению ничего нового с собой принести не может. Это просто некое поддержание статуса. Очень похожую идею высказывал Пастернак, который я тоже однажды цитировал о том, что настоящий художник разрушает каноны. Другое дело, что потом его разрушение канонизирует. Но это уже другая, что называется, тема. И что касается Вагнера, то с ним это тоже произошло. И в этом плане Пастернак выдал, что ли, какую-то формулу вот этих отношений. Синтез в виде слияния жанров символизировал будущие массовые культурные мероприятия. И предвосхищает будущие события. Трагедии будут празднествами человечества. То есть трагичным он видит будущее, трагизм будет празднествами. Но только через трагизм можно прийти к чему-то новому. И если мы посмотрим на оперы, которые написал Вагнер, то сюжеты трагичны, все практически трагичны. И тем не менее, триумф, который мы слышим в конце, музыкальный, как правило, триумф, даже если герои на сцене погибают, потому что вот торжество, оно вот такое. Что еще я хочу тут сказать? Просто трудно удержаться. Вагнер был очень популярен в России. И особенно был популярен в кругу декадентов, символистов, о которых я вам уже немножко рассказывал. В частности, рассказывал о Валерии Брюсове, которому обещал вернуться и обязательно вернусь. Но сейчас вот просто не могу не упомянуть Брюсова, потому что он откликнулся вот на все эти вагнеровские труды, писания, оперы. Произошло это, может быть, не сразу, с некоторым отрывом, но дело в том, что как-то не сразу все это доходило до России, а символисты, которые взрывали основы существующего общества, существующих представлений об эстетике, о том, как надо писать, взламывали вообще вот литературные жанры, перекраивали практически все. Я вам рассказывал о том, как создавались Брюсовым русские символисты. В общем-то, где-то перетащены из Запада, но, тем не менее, призваны эпатировать публику, эпатировать общество новизной своего отношения к тому, о чем он говорит. Так вот, Брюсов, а это 1904 год, дата здесь очень важна, потому что в России происходят события предреволюционные, так скажем. И вот это отношение к революции, которая явно грядет, и символисты, и не только символисты ее чувствовали, вот это приближение. И поэтому вагнеровские темы оказались невероятно близки, и Брюсов пишет такую работу, статью «Грядущие гунны», где приветствуют этих гуннов. То есть он понимает, что грядут варвары, которые уничтожат ту утонченную высокую культуру, представителем которой был вот и сам Брюсов, и вот масса других символистов, которые примыкали к нему. Я не хочу сказать, что все они разделяли его точку зрения, но Брюсов к этому времени уже был символом символизма, если хотите, лидером, основоположником, мэтром этого символизма. И такие фразы там попадаются, что вот все это, эту рутину, которая нас окружает, оживить дряхлеющее тело волной пылающей крови. Только так, дескать, можно. И он понимал чудесно, Брюсов, что приход этих варваров, кто такие гунны, это из истории, из глубокой истории, взятые варварские племена, так вот их приход, конечно, приведет к падению, упадку, культуре, всего что угодно. Но вот на базе уничтоженной вот этой утонченной, изощренной культуры, которая уже потеряла связь с реальной жизнью, вырастет по мысли Брюсова нечто новое. Ну, насколько оно выросло, и насколько был Брюсов прав, я тут не буду сейчас рассуждать. Мы с вами знаем, что получилось после 1917 года. Но я обронил между дел, что не все принимали точку зрения Брюсова, и не могу удержаться, чтобы не сказать несколько слов об еще одном символисте, о Дмитрии Мережковском. Человеке религиозном, который видел возрождение России, возрождение ее культуры и прочее, вот именно в религиозном таком начале. И в пику Брюсова он пишет другую статью. Если Брюсов назвал свою работу «Грядущие гуны», то Мережковский назвал «Грядущий хам» 1905 год. То есть такая вот умышленная подмена. И Мережковский на корню отрицал эстетизацию революции. То есть вот это действие разрушения, с его точки зрения, лишено всякой эстетики. Это катастрофа, это трагедия, после которой нации потребуются годы и годы, чтобы восстановиться и вернуться к культурным ценностям, которые вот в процессе этой трагедии она утратит. Но давайте мы и здесь остановимся. Видите, перекличка с Вагнером была. Кто оказался прав, Брюсов, Мережковский или Вагнер, мы с вами поговорим дальше. Я понимаю, что кто-то сразу вынесет свой приговор, кто-то подождет моих рассуждений на этот счет. Но до следующей встречи. И я обязательно продолжу разговор о Рихарде Вагнере, потому что, поверьте, не сказал еще очень и очень много. До свидания.